Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев, это канал Футбол, это жизнь. Мы продолжаем с вами рубрику футболисты через 5 лет. И сегодня у нас на очереди Иска, игрок сборной Испании и игрок мадридского Реала. Посмотрим, каких успехов может добиться в симуляторе FIFA этот футболист через 5 лет. Ну что ж, поехали! Итак, закончился первый сезон за Иска, мадридский Реал занял вторую строчку, чемпионом стал Барселона, отставание всего лишь в 10 очков. Суперкубок Испании проиграл Реал с счетом 3-1 в Барселоне. Кубок Испании выиграл мадридский Реал, обыграв по пенальти Барселону с счетом 5-4. Лигу чемпиона выиграл Манчестер Сити, обыграв в финале Манчестер Юнайтед со счетом 2-0. Мадридский Реал вылетел в четверть финале от Манчестера Юнайтеда со счетом 4-3. Лигу Европы выиграл Челс, обыграв в финале Вильяреал со счетом 2-1. На чемпионат мира 2018 года сборная Испании квалифицировалась в первой строчке и Иска едет на чемпионат мира. Итак, закончился чемпионат мира, сборная Испании в ГУППА заняла первую строчку и вышла вместе с отборной Чили. В 1-8 они уже проиграли Уругвай со счетом 2-2 в 8-ое время и по пенальти со счетом 4-3. Финал выиграл Франция, обыграв в финале Германии с счетом 1-0. Летом приходит предложение от обладателей Лиги Чемпионов Манчестер Сити и Иска переходит в Англию. Итак, закончился второй сезон за Иска и снова он занимает вторую строчку в чемпионате, но теперь только не в испанском, а в английском. Осталось 3 очка буквально до первой строчки. Чемпионом стал Челси. Кубок Англии поднял над головой Челси. Кубок Лиги Англии выиграл Манчестер Ренетт, обыграв в финале Манчестер Сити со счетом 2-1. В Суперкубок Европы выиграл Манчестер Сити, обыграв в финале Челси со счетом 3-1. Лигу Чемпиона выиграл Ювентус, обыграв в финале Манчестер Ренетт со счетом 2-1. Манчестер Сити вылетел в полуфинале от МЮ со счетом 4-1. А бывший клуб Иска, Мадридский Реал, вылетел в четвертьфинале от Ювентус со счетом 2-2. Лигу Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв в финале Баруси Доттман со счетом 2-1. В чемпионате Испании чемпионом стал Мадрид Сфериал. Итак, закончился третий сезон за Иска и Манчестер Сити занял 10-ю строчку в чемпионате Англии. Чемпионом стал Челси. Суперкубок Англии выиграл Челси, обыграв в финале Манчестер Сити со счетом 3-0. Кубок Англии выиграл Тоттенхэма, обыграв в финале Эвертон со счетом 3-1. Манчестер Сити вылетел в 1-8 от Криттел Телоса со счетом 1-0. Кубок Лиги Англии выиграл Арсенал, обыграв в финале Лестер со счетом 2-0. Суперкубок Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв в финале Ювентус со счетом 2-0. Лигу чемпионов выиграла Бавария, обыграв в финале Шарльк со счетом 2-1. Именно от Баварии в 1-8 Манчестер Сити вылетел из Лиги чемпионов. Лигу Европы выиграл Милан, обыграв в финале Реал Бетти со счетом 2-1. На чемпионате Европы сборная Испании квалифицировалась в первой строчке. Второй год подряд в Испании Мандрей Скирял становится чемпионом Испании. На чемпионате Европы в группе C Испания заняла первую строчку и вышла вместе с Голландией. В четвертьфинале испанцам попавилась в Бельгии, они их обыграли 3-0. В полуфинале итальянцы они их прошли 1-0 и в финале выиграли англичан со счетом 2-0. Испания становится чемпионом Европы. После неудачного опыта в Англии Иска все-таки решается вернуться в Испанию. Итак, закончится четвертый сезон за Иска и Барселона заняла пятую строчку. Чемпионом стал Мадридский Реал. Кубок Испании выиграла Барселона, обыграв финале Ливанта со счетом 3-1. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв финале Милан со счетом 2-1. В Лиге чемпионов группе А Барселона заняла третью строчку и вышла в Лигу Европы. Леон и Ливерпуль вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Челси обыграла в финале Шальк со счетом 2-1 и стала чемпионом Лиги чемпионов. В Лиге Европы Барселона дошла до полуфинала, где по забитым голам на чужом поле она проиграла Арсеналу. И Арсенал вышел в финал, где проиграл Валереалу со счетом 2-1. В чемпионате Англии Ливерпуль стал чемпионом. Манчестер Сити занял вторую строчку. Итак, на Кубке Конфедерации в группе «Б» Испания заняла первую строчку и вышла вместе с Италией. В полуфинале испанцы проиграли 2-1 французам и вышли в матч за третье место. Французы проиграли в финале бразильцам по пенальти 5-4. Ну а бронзу Кубка Конфедерации взяла Италия, обыграв Испанию со счетом 2-0. Ну и в Испании многого не получилось достичь, поэтому Иска возвращается снова в Англию, но только теперь уже в Челси. Итак, закончится последний пятый сезон за Иска и Челси, в который Иска перешел летом, стали чемпионом Англии. Манчестер Сити занял вторую строчку. Суперкубок Англии выиграл Челси, обыграв в финале Ливерпуль со счетом 2-0. Кубок Англии выиграл Челси, обыграв в финале Эвертон со счетом 3-2. Кубок Лиги Англии выиграл Тоттенхэм, обыграв в финале Арсенал со счетом 3-0. Суперкубок Европы выиграл Челси, обыграв в финале Вильяреал со счетом 4-1. Лигу чемпиона выиграл Милан, обыграв в финале Мадридский Реал со счетом 1-0. Именно от Милана в четверть финале вылетел Челси, а в полуфинале Манчестер Сити. То есть практически 3 из 4 клубов в Лиге Чемпионов бывших клубов Иска обыграл именно Милан. Барселона сюда только не хватило. Ну а Лигу Европы выиграл Краснодар, обыграв в финале Манчестер Юнайтед со счетом 2-0. В полуфинале они чуть ли не вылетели от Атлетика Мадрида, но в финале обыграли просто Манчестер Юнайтед. На чемпионат мира 2022 года сборная Испании квалифицировалась с первой строчки и Иска едет на этот чемпионат мира. После ухода Иска из Барселоны, Барселона стала чемпионом Испании. Мадридский Реал занял вторую строчку. Такое же происходило, когда Иска ушел из Мадридского Реала в Манчестер Сити. Мадридский Реал несколько лет подряд становился чемпионом Испании. Итак, закончился чемпионат мира 2022 года. Испания в группе А заняла первую строчку и вышла вместе с Данией. В 1-8 минимально обыграли уругвайцев со счетом 1-0. В четверть финале обыграли колумбийцев со счетом 4-1. В полуфинале по пеналити обыграли немцев. И в финале вышли их давние соперники итальянцы. Они им насолили и в Кубке Конфедерации, где отобрали у них бронзу. Но взять золото чемпионата мира это намного приятнее, чем бронзу Кубка Конфедерации. Испания становится чемпионом мира. Испания становится чемпионата мира. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Там проходят голосования по поводу рубрики «Футболисты через 5 лет». Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте также подписываться на наш канал и ставить колокольчик. С вами был Андрей Хорев и канал «Футбол. Это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok